Я насрав собі в шароварі танцюють і боєвий опак. Хвало таке звісно раніше, але сьогодні щось тут не так, щось тут не так, щось тут не так, щось тут не так. Салам пополам, земляне, земляне с вагинами, с вами Кэмл, и вы на канале Дневник Верблюда. Сегодня у нас 1 апреля, а это значит, что день дурака, и что с сегодняшнего дня у нас вся торговля осуществляется исключительно за рубли. Вот такая вот штука. Давайте по порядку, что произошло интересного. Начнем с того, что вчера в Дохе, в Катаре прошел конгресс FIFA, на котором нашу сборную не исключили, даже такой вопрос не поднимался. Зато теперь русский язык является официальным языком FIFA, в общем, с чем я всех поздравляю. На мой взгляд, это очень хорошая новость. Шестой официальный язык FIFA. Здорово. Не знаю кому как, а мне это по нраву. Это первое. Значит, далее. Ближе к вечеру, даже к ночи, президент Грузии, там женщина, не помню как зовут, сказала, что страна присоединяется к санкциям. В отличие от премьер-министра, который говорил обратное. Ну, что сказать. Учитывая тот критический фактор зависимости Грузии от российских энергоносителей, я поздравляю нового члена клуба самоубийц с вступлением туда. Вот как-то вот так вот. Мне остается только вам посочувствовать, товарищи грузины. Следующее. Это уже сегодня. Сегодня случился крайне пренеприятный инцидент, когда наш город, Белгород, нефтебаза была обстреляна с вертолетов. Две вертушки прошли на сверхнизкой высоте и обстреляли нефтебазу. Ну, что маленькие украинцы сразу же возбудились, говорят, фууу, сцена зрада. Зрада, потому что русские обстреляли сами себя. Ну, в общем-то, русские всегда сами себя обстреливают. В этом ничего нового нет. но я вот хочу что заметить по этому поводу здесь была фатальная ошибка я объясню какая ошибка заключается в том что нельзя было наносить удар без объявления войны или чего-то еще напоминаю украина войну не объявила украина вела на своей территории военное положение это вещи разные и поэтому как говорится без объявления войны в четыре часа утра приблизительно ну чуть попозже по территории российской федерации был нанесен вот этот удар после этого я нашим маленьким украинцам сочувствую и да всегда помните мои друзья про общую теорию перемог кто не не смотрел предыдущие выпуски дневника я напоминаю нет той перемоги которая бы не стала зрадой правило которое не знает исключением ждем какая зрада выпадет на этот раз конечно вопросы остаются как прошли как так получилось что нанесли удар но я думаю с этим разберутся компетентные люди и сделают соответствующие выводы ну вот некоторым товарищем я сильно не завидую кстати я еще вот один момент упустил когда завершились переговоры в стамбуле я просто ждал того когда сами себе насрут на голову маленький украинцы насрали говорится что выросла то выросла жила была девочка сама виновата так что кто не спрятался я не виноват будет очень интересно будет жарко будет весело ну и плюс сегодня еще дмитрий анатольевич медведев выдал стране угля мелкого но очень много выступил с заявлением у себя в телеграм-канале во всяком случае я там прочитал и далее новостные ленты разнесли эту новость о том что мы не будем кормить недружественные страны экспорт продовольствия туда будет очень серьезно ограничен если не сойдет к нулю ну и разумеется все это будет также продаваться за рублей как и газ я думаю что в некоторых недружественных странах очень серьезно у кого-то жались сфинктеры прямо-таки это так что уже даже и туда ничего не пролезет кто к чему шли долго и упорно к тому и пришли нечего было выпендриваться не нечего считать что вам можно все вы можете кидать всех вы можете пиратствовать а вам за это ничего не будет будет времена изменились времена изменились в конец вот такие вот вкратце новости на сейчас вот такой все что интересное вроде ничего не забыл такого важного чтобы действительно интересовал меня а ну да еще был тут у нас скандальчик на польском телевидении на журналисты я не помню как назвал их ну типа же суки неприятные вы поляки за то что они кричали с трибун русского курва за что там сразу же польше тоже возбудились вот эти вот ляхи стали трясти ляхами своими мол это оскорбление ну ребят во первых еще раз хочу повторить что в жизни за каждым действием среды противодействия просто вот вас не всегда учили наверное многих а там поколение выросшие в интернете что за слова иногда приходится отвечать вот мое поколение знает что за это могут дать в рыло здесь получили ответ получите еще ее не раз вот теперь наверное действительно все пока как-то так что будет интересного я вам обязательно расскажу запишу надо будет еще раз говорю как говорю каждый выпуск запишу второй раз ничего в этом сложного не вижу это первое теперь второе снова к вам просьба подписаться на мои каналы исторические youtube youtube может быть даже я это видео тоже туда продублирую потому что как говорят на ю тубе вышла новая методичка которая то снимая с монетизации на что мне не грозит может вообще забанить видео и канал потому что там уже пошло по жестяку ну что с ним взять видимо вот на ю тубе работают те 25 процентов которые по социологическим опросам не могут никак в америке определиться своим гендером но попросту говоря эти полу пидры в полке если говорить по русским русским простым языком если вдруг что-то забанят то я перезалью на исторические каналы конечно не хотел испортить карму хорошего дела почему бы не испортить вот ну и ближайшее время на историческом канале на сегодня вечером или возможно завтра крайне срок выйдет новое видео новая прогулка посвященная пензе подписывайтесь пожалуйста давайте друг другу помогать давайте друг другу делать упрощать жизнь на это несложное время в это сложное время а с вами был канал до новых встреч увидимся всем пока